меня зовут ксения гол и сегодня мы находимся в венеции на карнавале который приурочен 700 летию марка пола и так карнавал private party дона луна венеция чудеса света сегодня в программе мы пообщаемся с хозяйкой венецианского бала донной луной венеции а также с дизайнером акси есть мирновый бонасера тут и хочу всех поприветствовать и рассказать немножечко мероприятие которое прошло в венеции 13 февраля под удивительным названием golden ball золотой бал золотой бал который называется мировили дель мондо чудеса света чудеса света это то что было связано с марка пола потому что в этом году венеция серенисима венеция святая венеция отмечала великий праздник великого человека который к сожалению или или к счастью оказался символом этого прекрасного города этой прекрасной республики звали его марку пола я являюсь гранд приором ордена марку пола конечно же этот образ этот человек непосредственно для меня является нечто каким-то не знаю богатством и все чудеса света которые он познал за свои 30 лет путешествия это не исчерпаемый запас знаний не представляет меня удивлять и мне очень захотелось посвятить все этому великому путешественнику и конечно мы создавали образ мы создавали группу артистов удивительных ребят которая называется группа маскерата и вот со мной сидит благодаря им этот прекрасный не за неподражаемый марка пола из который сошел с картины и так как в этом году исполнилось 700 лет с момента его ухода из жизни венеция решила посвятить ему этот балл и вот так мы его отмечали потому что золотой балл потому что золото это не всегда символ самого золота золото это то что дорого это то что незабываемое это то что вечно и бесконечно потому что наверное один из немногих металлов которые камень остается на века навсегда навечно поэтому ну а конечно же учитывая то что я все-таки являюсь ювелиром алхимиком и человеком который любит все что связано золотом я вот как-то объединила две эти энергии настоящего золота и золото которое является вечным и вот один из образов таких как марка пола для меня все-таки был удивительным прекрасным вдохновлением для того что я создал для нас очень важно чтобы те перформансы те иммерсивные спектакли которые я организовываю так как я еще являюсь вице-президентом арт-фэшн академии мне очень важно чтобы любая женщина любой мужчина любой ребенок любой человек смог стать участником этого перформанса потому что балл это наверное единственное мероприятие где любой чек может себя попробовать как впрочем и карнавал любой чек может примерить на себя образ он может выразить свою индивидуальность он может стать в конце концов тем кем он хочет быть на самом деле поэтому если у человека появляется возможность стать наполеоном он может стать наполеоном если он хочет стать маркопол он может купить себе костюмы стать маркопола поэтому я воплощаю ваши желания ваши мечты ваши дезидерии поэтому каждая женщина каждый человек который является членом нашей академии или хочет стать он может преобразиться и в этом году я позволила это сделать всем кто захотел Я хотела бы поблагодарить женщин, которые приехали из Беларуси и которые не перестают меня восхищать своей жизнерадостностью, своим желанием преображаться. Их действительно было больше, чем в прошлое наше мероприятие, чему я несказанно рада, потому что все они превратились в маленьких девочек, в прекрасных фей, в каких-то неземных богинь. И все были, ну по крайней мере мне так показалось, все были безумно счастливы и получили такой удивительный праздник, который называется Преображение. Поэтому я, конечно же, хочу, чтобы это все продолжалось, продолжалось вечно и бесконечно. И закончившись, мы закончили один балл и тут же начинаем другой, потому что весна не за горами и скоро начнут свести цветы, сады, наши души. Поэтому следующий балл мы 18 мая, мы начинаем новый цикл наших приключений, будет балл цветов, потом мы уезжаем в Канны на кинофестиваль, потом у нас будет красная дорожка. Мы делаем авторский тур под удивительным названием «Магия жизни», где будет преображение, перевоплощение. Ну, любой человек, любая женщина или любой мужчина, или подросток, или ребенок может найти себя и получить, наверное, то, о чем он мечтает. Преобразиться и получить долю какой-то энергии, каких-то знаний, каких-то трансформаций, которые, наверное, мы сможем вам дать. Я незаметно на дереве в лесу Меня зовут Аксинья Смирнова, я дизайнер, член Белорусского союза дизайнеров. Нахожусь сейчас в Венеции на мероприятии «Голден Балл», где у нас была замечательная возможность выступить с коллекцией. Коллекция называется «Путь к мечте», где отражена женская суть, где есть возможность женщине раскрывать свой потенциал через одежду и стиль. Где она настоящая и где она разная, начиная с рождения маленькой девочки и превращаясь в невесту, становясь взрослой и мудрой, богиней-берегиней. Также коллекция отражает мои путешествия и мир красок и природы, который окружает нас, окружает каждый день. Мое состояние, оно всегда передается через коллекцию, состояние окружающего мира, внешних факторов, также событий мировых. И в этот раз эта коллекция была в цветах охры, золота, красный, черный, бакарди. Она говорила о том, что сначала была пандемия, были военные действия, и все-таки есть жизнь, есть танец жизни. И он отражен во всех его гранях, во всех гранях этой жизни, танца жизни, через эту коллекцию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Мода – это всегда любовь, и всегда что-то есть, что очень сильно вдохновляет. На мероприятии нам очень понравилось благородство, эстетика, очень красивые наряды, красивые люди, настроение, впечатление, общение с новыми интересными людьми. Это как расширение мировоззрения, это как возможность шагнуть вперед и разрешить себе ту жизнь, ее очень полной, очень полной, сильной, смелой, радостной. И, конечно, вдохновлять других и вдохновлять себя всегда дают нам новые места, новые люди и новые возможности. Девушкам моим, которые были со мною, модели, очень понравилось. Причем у каждой была возможность проявить себя, проявить себя настоящей, новой, вдохновиться через общение с другими моделями, возможность поделиться опытом и знаниями. Плюс тема балов очень актуальна. Вообще я 40 лет в танцах. Я занималась сама балетом, народными танцами, фламенко, ирландскими, современными. Я председатель правления общественного объединения танцевально-спортивного клуба, в котором у меня раньше было 120 человек. Сейчас это у нас центр уникальных и талантливых, где каждый может себя проявлять через танец, через моду. Наш показ был в танцах. Почему? Потому что новое направление в нашем центре уникальных и талантливых открыто как танцующие модели. То есть это совмещение танцев, танцев, наверное, не столько танцев, как тело, умение тела слушать музыку и совмещать это с дефиле. Это немножко по-новому. Всегда хочется быть более креативным, иметь возможность выходить в запредельное, создавать и созидать что-то новое. Поэтому любовь к танцам, к жизни, к одежде, к моде – она поверхность. То есть то, что внутри, оно идет вовне. И оно отражается всегда через коллекцию. Научить невозможно, можно научиться. А чтобы каждая имела возможность научиться быть такой проявленной, уникальной и особенной, как она есть. Также я понимаю, что эта одежда – это как инструмент для меня, который раскрывает вот это внутреннее сияние и показывает его вовне. Если женщина добрая, значит, это можно проявлять и транслировать миру через доброту. Очень интересно, когда… Мне нравится, когда я наблюдаю за женщинами, девушками, как они преображаются. То есть для меня это такое очень полное преображение жизни. Плюс еще оно связано, почему с танцами? Потому что это с телом. То есть забота о теле – это еще и здоровье. И оно идет во взаимодействии, в том числе и с одеждой. Любовь к одежде, она проявилась у меня через создание когда-то дизайнов тканей. Я с 19 лет когда-то создавала дизайны тканей на фабриках мира, в Барановичах и Магатексе. Затем я поставляла сырье и помогала белорусским предприятиям швейным отшивать одежду и заказывать ткани через Южную Корею, Китай, Турцию, Италию и Францию. Я 18 раз была в Южной Корее, 14 в Китае. То есть все эти братья, младшие мои азиаты, хорошие друзья, они меня научили трудолюбию, ответственности, за что им низкий поклон. Это был такой счастливый опыт, где я сегодня очень понимаю эту историю. Мне очень хочется, чтобы все-таки женщина через одежду могла проявлять свою настоящую женственность, красоту, элегантность, благородство. Тема балов, которая сегодня была в Вене, она несомненно прекрасна, потому что это вот эта эстетика и благородство, интеллигентность, которая есть в каждой. Если нет, то ее можно, скажем так, повышать через балы, можно повышать уровень культуры танца. И в Беларуси, допустим, я тоже участвую в балах обязательно, в оперном. Мы делаем свои балы с теми участниками, которые ходят. И поездка в Венецию для меня она такая очень интересная и новая, потому что я вижу здесь будущее взаимодействия между разными странами. Есть у нас такой проект «Замки России, Белоруссии, Европы». И вот он такой, как будто в этот раз, как маленькое зернышко, оно немножко посеялось. И причем посеялось настолько празднично, радостно. Сегодня утром я спрашивала у девчонок, как их впечатления, эмоции, что понравилось. Всем все понравилось. С вами была Ксения Голд, специально из Венеции. Вкусы, высокое качество, натуральный состав, приятный запах, насыщенное послевкусие. Мир сыров лаймы. То, что вам по вкусу. Проведи лучшие моменты жизни в СПА-центре отеля «Виктория». Бальсейн, финская сауна, хамам. Косметические процедуры, СПА-уходы за лицом и телом, маникюр, педикюр, модные стрижки, окраски, лазерная эпиляция, профессиональный массаж, стон-терапия, солярий. Побалуй себя и получи гамму приятных ощущений. СПА-центр отеля «Виктория». СПА-центр отеля «Виктория».